Всем привет! Сегодня я вас хочу ознакомить с совершенно бесплатной версией неубиваемой Windows. Это программа от сингапурских разработчиков ToolWiz. Программа называется ToolWiz Time Freeze. Ранее я вам, а вот сейчас я показываю свой канал, одно моё из первых видео было про утилиту ToolWiz Care 2013. Это та же самая фирма сингапурская, которая по принципу Linux, собирая сведения у пользователей, создали программу, в которую вошло очень много интереснейших утилит, в том числе и неубиваемая Windows. Она здесь есть, здесь я рассказывал. Это бесплатно и на русском языке. Затем из неубиваемых Windows я показал видео про Wondershare Time Freeze, вторая версия, здесь с русификатором, вторая версия, и нужен Keygen, то есть пароль, который, ну в принципе, элементарно найти в сети. Вот эти два видео касались этой темы неубиваемой Windows. Я вам показываю теперь уже бесплатный вариант, отдельный сегмент фирмы ToolWiz и программа называется ToolWiz Time Freeze. Вторая версия, на которую пока русификатора нет. Ссылку на сайт, где вы можете скачать, я дам под своим видео в описании, там будет эта ссылка. И здесь буквально вторая по счету, программа, где вы нажимаете Download, пошла закачка и вот сейчас она сюда скачается. Я что хочу сказать, что даже без русификатора эта программа до такой степени проста, что ничего и не нужно. Когда закачается эта программа, в данный момент она, вот она закачалась, вот она setup. Когда она закачается, вы на нее кликните, я вам сейчас не буду демонстрировать, потому что она потом потребует перезагрузки, но она меня уже установлена. То есть это установочный файл, вот здесь она у меня уже установлена. Когда вы ее запустите, она вам выдаст две кнопочки, где Cancel остановится и Install No. Вы на нее нажимаете, она вас тут же закинет на свой сайт, где вы его спокойно закроете и у вас тут установится автоматически эта программа. Потом будет второе окно, где попросит перезагрузить. Вы согласитесь, перезагрузите и у вас появится вот этот вот ярлычок Tool Vis Time Freeze. И когда вы активируете программу, у вас появится вот здесь вот этот вот ярлычок этой программы и вот здесь вот бледный ярлычок Tool Заморозки Снежинки. Вы можете хоть здесь нажать на ярлычке правой клавишей, хоть левой клавишей откроется окно. Так, или нажимаете вот здесь. Здесь у нас будет два окна. То есть выбор как запустить. В принципе, вот это вот окошечко, если оно раздражает и оно не нужно, потому что, когда есть в трее, в принципе, здесь и не нужно. Можно нажать на настройки Program Setting называется и вот здесь убрать эту галочку. Все, оно исчезло. И нажимаем Close. Вот здесь нам предлагается запустить две программы. Одна заморозка, где вы нажимаете Time Freeze, а здесь вам защитить, заблокировать какие-то папки. Ну, это отдельная совершенно программа и она вам тут до кучи предлагается. Если вы хотите какие-то свои папки, а вот здесь вот папку закрыть, защитить, чтобы ее никто не мог открыть без пароля или файл. Вот пользуйтесь, запускаете вот эту программу и указываете. Я вам данный момент рассказываю про программу Time Freeze. Мы просто нажимаем здесь Time Freeze. Спрашивает, подтвердить? Да. Все, здесь появилось окно, что снежинка загорелась красным, что у нас идет защита. Чтобы свернуть это окно, нажимаем здесь вверху Head to Tray. Нажали? Все, оно в Tray свернулось. Мы делаем все, что хотим. Мы ходим по запрещенным сайтам. Мы с вами загружаем опасную или непонятную программу, запускаем ее, смотрим, что у нас здесь с вами получилось. Вдруг произошел крах системы. Вы можете даже принудительно, если что-то здесь произошло и завис весь компьютер, просто принудительно нажали на процессоре кнопку включения и держите ее. И потом он автоматически отключается. Сетевой блок компьютера отключается. И потом эту же кнопку опять нажали, отпустили и у вас опять включилось. То есть принудительно вы отключили. Это если вдруг что-то вы такое заразили. Есть у вас там же также кнопочка на сетевом блоке Reset, которую можно там или ручкой или там чем-то таким нажать. Но если у вас все нормально, вы просто запускаете эту программу. Я вам рассказал про аварийные случаи. Так, этот установочный файл я удалю. Вот. И мы вот здесь запускаем. Вот у нас есть. Мы хотим выйти. Допустим, мы проверили какие-то опасные программы. Мы устанавливали что-то такое страшное, а может быть незнакомое. Вот. Для чего и нужны все неубиваемые Windows. Можно, в принципе, по идее-то обходиться и без антивируса, если вы с утра до вечера будете включать эту программу, если у вас все нормально, но это надо обладать определенным опытом и знаниями. Если у вас их нет, антивирус обязателен. Я, в принципе, и сам антивирус никогда не удаляю, пользуясь MC-софтом. И просто это сказал к слову. Вот. В данный момент мы попользовались этой программой. Мы что-то загружали. Мы заходили на какие-то запрещенные или подозрительные сайты. И нажимаем стоп. Остановить. И нам идет выбор. По умолчанию идет перезагрузиться и не сохранять. То есть, когда у нас какая-то опасность. Оно по умолчанию так и есть. Или, если я сейчас ничего не делал опасного, не перезагружать компьютер. У меня все нормально. Просто все изменения. А у меня, в принципе, изменений-то и не было. Ну, тут добавить систему. Ок. Происходит маленькая задумчивость. Программа думает и отключает этот режим. Вот. И когда она его отключит, вы просто эту программу выключаете. В принципе, вот все. Вот оно показало нам, что опять снежинка, ярлычок в трее стал серый. То есть, режим этот выключен. Опять появилась старт, таймфриз. Мы просто ее сворачиваем в трей. Или, допустим, если хотим выключить, просто нажимаем на крестик. Она спрашивает выключить. Да. Все. Истрея вышла. И вышло так. То есть, вот это бесплатная, неубиваемая Windows. Отдельный модуль от Time... От Tool with Carre. Отдельный модуль Tool with Time Freeze. Бесплатная. Но не на русском. На английском. Ну, как я вам показал, тут, в принципе, ничего-то особо и на русском-то и не нужно. Вот я вам показал, что я убрал вот это вот. Ну, вот, когда она у вас будет, вот здесь вот в настройках, можете ее убрать или установить, как хотите. Ну, вот, в принципе, вот такая интересная, бесплатная программа, которая защитит ваш компьютер, когда вы хотите что-то зайти куда-то, что-то скачать неизвестное, запустить, проверить. То есть, вы перед тем, как куда-то зайти, что-то скачать, обязательно запустите вот этот режим. А запустите, потом сверните в Tray и делайте. А когда все испробовали, и если вам не нужны никакие изменения, то перезагрузитесь в том режиме во втором, нижнем, и все исчезнет. А если ничего страшного не произошло, и вы хотите оставить установленную программу в системе второй раз не устанавливать, потому что после перезагрузки у вас исчезнут все установленные программы, скачанные файлы, ну, и вирусы, соответственно, если они были. Ну, я вам просто хочу показать еще раз. Вот он режим. Теперь я нажимаю Стоп. В этом режиме у вас компьютер перезагрузится, если вы согласитесь, и исчезнет все, что вы сюда закачаете в этом режиме. В плоти вирусы и все такое. А в этом режиме, если вы что-то закачали, установили, и посмотрели все нормально, ничего страшного, как раз это все нормально. И чтобы второй раз не устанавливать, можете согласиться. И это просто добавляется в систему, отключается режим, и никакой перезагрузки не происходит. Все. Режим отключился. Я из этого режима выхожу. На этом все. Надеюсь, это видео было для вас интересно. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего. До свидания.